Это был референдум не по отношению, на мой взгляд, к проводимой политике повседневной. Это референдум по отношению к принципиальному изменению политической системы Турции. Переход от кемолистской политической системы к новой, пока еще не названной какая, но когда в политическую систему включается еще и идеологическое оформление прежних эпох. А что значит прежние эпохи? Это то мировоззрение, которое формируется и формировалось в длительное время в условиях господства исламской идеологии. Но некая модификация произошла. Сегодня ее называют умеренный ислам, мягкий ислам и так далее. Но это реанимация прежнего общественного сознания. Второй момент, на что я хотел бы обратить внимание. Изменение политической системы кемолистского порядка вновь на первый план выдвигает принципиальную роль лидера. И вот здесь тоже очень важно проследить, как народ Турции отнесся к этому лидерскому характеру политической системы. И обратите внимание, та часть турецкого народа, которая связана с передовыми формами производства, с передовыми формами экономической организации общества. А это крупные города. Стамбул, Анкара, Анталия, Измир, Адана. Вот тут надо сказать, что избиратели в этих крупных городах проголосовали за, я не хочу сказать против предлагаемой системы, а за более медленную трансформацию. То есть не готовы к решительной ломке через колено вот того отношения к политической системе, которая сформировалась в результате длительного развития республиканской Турции. Второй момент, на что я хотел бы обратить внимание, доминировал экономический фактор в симпатии и антипатии избирателей. То есть вот люди вышли и посмотрели вокруг своих городов, муниципальных районов и видят, что инфляция вновь достигла двузначных цифр. Безработица тоже двузначная стала уже. И, естественно, адресуется это правящей партией. И я бы тут хотел одну вещь сказать. Слишком личностный фактор президент Турции поставил на кон местных выборов. Я бы поумерил его пыл. И если это общенациональные выборы, да, можно авторитет президента ставить и этим руководствоваться. Но для местных выборов это слишком большая козырная карта. И вот здесь, конечно, негативные последствия могут быть. И я допускаю, что ревизия и анализ итогов выборов правящей партии будет сделан скрупулезно. Чтобы скорректировать те направления, которые получили незаслуженно большое значение. И последнее я хотел бы сказать, что поздравление нашего президента в адрес Эрдогана – это главная оценка Российской Федерации прошедших выборов. Мы сами можем, как политологи, сосредоточиться на деталях. Но первое лицо поздравило Российской Федерации, первое лицо Турецкой Республики с победой на местных выборах. Вчера это официально было уже и объявлено. Стало быть, вот это важная реперная точка, которая говорит о том, что заданный темп политических отношений с Турецкой Республикой будет, как минимум, с нашей стороны сохранен. И я даже скажу, получит дальнейшее развитие.